Дорогие друзья, давайте сегодня поговорим о таком коварном глаголе в английском языке, как глагол to stop. После него может быть два варианта. Либо глагол в инфинитиве с частичкой to stop to do something или может стоять в герунде или инговая форма to stop doing something и значение будет совершенно разным. Вот я взяла с одного форума такой вопрос, что правильно, which is correct, что правильно, I want to stop smoking, or I want to stop to smoke. И ответ носительно, grammatically, both sentences are correct. Грамматически, с грамматической точки зрения оба предложения являются верными. However, they have different meanings. Однако они имеют разные значения. Глагол to stop может после себя иметь либо глагол в инфинитиве с частичкой to, либо инговую форму, также известную как герунди. Вот здесь я вам выделила такой оборот, когда мы говорим после него следует что-то. Эта конструкция должна стоять в пассивном залоге. Can be followed by. И вот два примера. Если мы говорим I want to stop smoking, это означает quit, то есть бросить, прекратить. И с курением это самый любимый вопрос всех, когда объясняют грамматику, связанную с глаголом stop. Итак, I want to stop smoking. Инговая форма это я хочу бросить, прекратить. Синоним слова quit. А вот I want to stop to smoke это равно stop doing something in order to smoke. Прекратить. Делать что-то для того, чтобы покурить. Итак, давайте ещё раз. Если стоит герундия. Если стоит герундий, то это означает, что мы прекращаем какой-то вид деятельности. И вот здесь у нас есть несколько примеров. I stopped running. То есть я прекратил заниматься бегом или я перестал бегать. I got tired. Я устал. I stopped studying. I got bored. Или I got tired. Я прекратил делать что-то по учёбе, потому что мне стало скучно или я устал. Stop talking. You are giving me a headache. Прекрати разговаривать. Ты мне буквально даёшь или делаешь головную боль. У меня от тебя болит голова. You are giving me a headache. Could you please stop talking with your mouth full? It's disgusting. Пожалуйста, прекрати разговаривать с набитым ртом или с полным ртом. With your mouth full. It's disgusting. И это противно, неприятно. Stop picking your nose. It's really disgusting. Прекрати ковырять в носу. Это действительно неприятно или противно. Это всё прекрати что-то делать. Или я прекратил. Или я бросил. Я бросил заниматься бегом. Я бросил учиться. И так далее. А вот I stopped to do something. I stopped to rest. Это остановился с какой-то целью для того, чтобы сделать другое действие. I stopped. Я остановился to rest. Чтобы отдохнуть. To catch my breath. Перевести дыхание. He stopped to have a coffee. Он остановился, чтобы выпить чашечку кофе. We stopped to take in the view. Мы остановились во время нашего путешествия, чтобы насладиться видом. И, конечно, это очень актуально, когда мы говорим про применение глагола stop в медицине. Опять-таки, если мы даём какие-то советы, чтобы человек прекратил, перестал, бросил, не делал что-то, это будет stop плюс инговая форма. Например, stop taking the medicine. Прекрати или прекратите принимать этот препарат. А вот если я скажу stop to take the medicine, это означает, что нужно остановиться, чтобы, наоборот, принять данный препарат. Понимаете, насколько важно, чтобы вы правильно употребляли следующий за глаголом stop глагол. И давайте сделаем вместе несколько заданий, чтобы вы ещё раз почувствовали разницу. The newspaper was too expensive, and the articles were really boring. I stopped the newspaper. То есть вот эта газета, она была очень дорогой, а статьи были очень скучные. И я что здесь? Остановился, чтобы купить её? Или я прекратил её покупать? Если вы хотите сказать, я прекратил её покупать, это у нас с вами прекращать что-то, это инговая форма. То есть I stopped buying the newspaper. Следующее. Today was a great day. I went for a walk in the park. I stopped the roses. Сегодня был прекрасный день, и я пошла на прогулку в парк, и я остановилась, чтобы понюхать, почувствовать аромат роз. И здесь я остановилась, чтобы почувствовать, с какой-то целью, это будет инговая форма или инфинитив. Подумайте секундочку. Я остановилась с какой-то целью, чтобы что-то сделать. Это будет инфинитив, и это будет I stopped to smell. Я хочу сбросить вес, похудеть, я, и теперь надо подумать, остановилась, чтобы съесть, или прекратила её. Так как мы хотим потерять вес, естественно, что мы прекращаем, да, я прекратила, есть, и прекратила, это инговая форма. I stopped eating. И здесь у нас I stopped meat. Now I'm a vegetarian. Я прекратила есть мясо, теперь я вегетарианка. I stopped и прекращать, это опять инговая форма. I stopped eating. Ну и последнее сделайте сами и напишите в комментариях этот ответ, а также свои какие-то примеры в двух вариантах, когда вы используете инговую форму в значении прекращать, или глагол в инфинитиве с частичкой to, когда мы хотим сказать остановиться, чтобы что-то сделать. Надеюсь, что это видео было вам полезным. Если вы ещё не с нами на наших курсах, присоединяйтесь. Буду рада помочь вам в изучении медицинского английского, ну и попутно в общем английском. Вы однозначно продвинетесь вперёд, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео. И до встречи в следующих видео.